Нефтяные котировки продолжают восстанавливаться в четверг вместе с прочими рисковыми активами после серьезного двухдневного падения. Рубль активно отыгрывает потери, торгуясь в районе отметки 75 в паре с долларом. Фьючерсные контракты на нефть марки Brent и WTI перешли к постепенному восстановлению. Этому способствует ряд новостей, в том числе сообщения о вынужденном сокращении добычи нефти и закрытии трейдерами коротких позиций. Кратковременную поддержку ценам оказало решение Дональда Трампа наносить удары по военным судам Ирана, если те станут препятствовать американским кораблям. Тем не менее, ситуация на нефтяном рынке по-прежнему остается неопределенной, что не исключает высокого уровня волатильности. Стоимость Brent на старте торгов сегодня поднималась выше 22 долларов за баррель, что на 11% выше вчерашнего закрытия. Позже котировки сократили темпы роста, фьючерс на WTI также активно дорожал, баррель сырой нефти оценивался в 15 долларов 60 центов. Основным фактором для движения котировок остается спрос на нефть, поэтому сейчас не стоит рассчитывать на устойчивую положительную тенденцию на рынке энергоносителей. Вряд ли мы увидим Brent в районе 30 долларов за баррель до снятия карантинных мер и восстановления деловой активности в странах-импортерах нефти. Улучшение настроений на нефтяном рынке способствует также активному восстановлению позиций сырьевых валют, в том числе российской валюты. Доллар в первой половине дня торговался по 75,15 рубля. Поддержку россиянину оказывают валютные операции Центробанка. Успешным оказался проводившийся накануне аукцион по размещению ОФЗ. В целом рубль оказался, на удивление, стойким. При падении европейской марки нефти на 30%, потери россиянина в паре с долларом составляли чуть более 2%. Рубль, похоже, отвязался от цен на нефть, но такая аномальная ситуация не должна длиться долго. Фундаментальные факторы, в частности падение доходов российского бюджета из-за низких поступлений налогов от нефтянки, должны будут все-таки как-то сказаться на стоимости рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара составляет 75,10 – 76,70. Среднесрочный рост рубля мало кто верит, и текущую устойчивость россиянина можно объяснить валютными интервенциями от Банка России, а также падением импорта из-за режима самоизоляции. Сегодня в фокусе внимания рынка отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Негативные данные могут напомнить трейдерам о состоянии мировой экономики и ухудшить аппетит к риску в вечерние часы. На этом у нас пока все, мы желаем вам профитных сделок!